Китай. Одна из самых густонаселенных стран на Земле. Вторая по размеру экономика мира. Страна, в которой произошел крайне быстрый экономический рост и один из самых стремительных в истории скачков развития. Такое устойчивое развитие принесло удивительные результаты как внутри страны, так и во всем мире. Миллионы людей были вытащены из крайней нищеты. Но, конечно, не обошлось и без проблем. За футуристическим фасадом стеклянных небоскребов и металлических проектов скрывается постепенный возврат правительства Китая к авторитарному стилю управления страной, который печально известен многими проблемами и негативными моментами. До сегодняшнего дня и сами граждане Китая и зарубежные компании, наживающиеся на дешевой рабочей силе китайцев, предпочитали не заострять внимание на проблемах страны. Однако ситуация начала меняться. Это можно видеть по возрастающей враждебности в отношениях между Китаем и его крупнейшими торговыми партнерами. Многие организации из страны уже не так сильно привлекают легкие деньги. Но еще больше опасения вызывает само население Китая. Люди начинают ощущать давление непомерно разросшегося экономического долга. Вплоть до настоящего момента страна могла похвастаться быстрым и последовательным ростом, и это стабильно улучшало уровень жизни населения из года в год. Конечно, люди не будут раскачивать лодку, которая движется в сторону светлого будущего и всеобщего процветания. Но ничто хорошее не вечно. Нестандартный деловой уклад наряду с раздутым рынком недвижимости начинают подрывать устои китайского подхода все ради роста. Сегодня мы узнаем, завершилась ли в Китае эпоха суперроста. Если да, то что замедлило рост? И, наконец, как это повлияет на Китай и остальной мир? Возможно, замедление роста экономики – это не так плохо. В конце концов, самые развитые экономические системы отличаются размеренными темпами роста. До того, как мы начнем разбор, следует вас предупредить. Китайские источники информации, мягко говоря, не очень надежны. Особенно те, которые связаны с госаппаратом. Конечно, мы постараемся использовать независимые достоверные источники, если это возможно. Но многие из них также берут информацию из официальных докладов китайского правительства. А такие доклады часто рисуют гораздо более радужную картину, чем есть на самом деле. Это свойственно не только Китаю, поэтому мы всегда поощряем стремление наших зрителей перепроверить и убедиться в правдивости любых данных, неважно, чего авторство. Но если речь идет про Китай, нужно быть особенно внимательным. А теперь давайте рассмотрим одну из самых животрепещущих проблем страны на сегодняшний день. Это рынок недвижимости, многомиллиардная бомба замедленного действия, неразрывно связанная с китайской экономической системой. Эта связь намного сильнее, чем в США, Канаде, Австралии или Европе. Те, кто активно интересуется экономикой Китая, знают, что недвижимость в больших городах Поднебесной невероятно дорогая, особенно в сравнении со средним доходом на семью. Доходы, конечно, постепенно растут, но цифры еще очень далеки как от развитых стран по типу США и Евросоюза, так и от соседей Китая, Южной Кореи и Японии. Существуют три основные причины, которые привели к таким неоправданно высоким ценам. Первая из них – ожидание, что рост будет продолжаться. Это главный фактор, определяющий рыночный спрос на что угодно вообще и на то, что считается активами в особенности. Если сегодня акцию продают за 50 долларов, а вы точно знаете, что завтра она будет стоить 100 долларов, вы купите такую акцию, даже если компания, которая за ней стоит, не представляет никакой ценности. Обычно такая логика не прослеживается на рынке недвижимости, так как недвижимость – это куда более ликвидный, но при этом менее дорогой актив, нежели акции. Например, если вы решили купить дом, вам, скорее всего, понадобится взять большой кредит, который могут еще не одобрить. А когда вы решите этот дом продать, не получится просто открыть любое брокерское приложение на телефоне и нажать кнопку «Продать». Придется нанимать риэлтора, проводить показы и еще выложить за все это удовольствие кругленькую сумму. Еще хуже, если в вашем доме заведутся, например, тараканы или муравьи. Тогда общие тенденции на рынке к вам вообще не будут иметь никакого отношения, вы просто потеряете деньги на этой недвижимости. Но все эти проблемы не особо мешают развитию рынка в Китае. Почему? Во-первых, рынок недвижимости здесь в первую очередь рассматривают как спекулятивный актив и только потом как место, где будут жить люди. Китайские строительные стандарты ниже некуда, но это никого не беспокоит. Почему так? Неважно, насколько низкого качества построенный дом, завтра он наверняка будет дороже, чем сегодня. Спрос на недвижимость такой высокий, что в некоторых провинциях его ограничивали искусственно, разрешая одной семье иметь в собственности только определенное количество недвижимости. Инвесторы нашли способ обойти этот запрет, и многие пары оформляли эффективный развод, чтобы из одной семьи превратиться в две и таким образом удвоить возможное количество недвижимости без каких-либо проблем с законом. Экономический рост Китая показывает отличные результаты, а для отдельного взятого человека лучший способ воспользоваться преимуществами этого роста – инвестировать в недвижимость. При условии, что экономика Китая так и будет удваиваться в размере каждые 8 лет, заплатить 5 миллионов юаней за второсортную квартирку выглядит неплохим вложением. Это напоминает технологические компании в США. Сами компании могут быть построены на зыбком фундаменте, но их акции дорожали в прошлом, а теперь на эти акции постоянно растут цены из-за ожидания такого же роста в будущем. Западные инвесторы принимают как данность, что стоимость акций компании может равняться 100-кратному годовому доходу этой же компании, а жители Китая принимают стоимость квартир, составляющую 46 годовых доходов среднего рабочего. Долго ли протянут такие рынки? Время покажет. До сих пор система работала отлично. Это сравнение подводит нас к следующей причине дороговизны жилья в Китае. Людям просто некуда инвестировать. Сами китайцы не стремятся инвестировать в китайские компании, так как история уже показала, что это не лучшее вложение, особенно если учитывать рост экономики в целом. Большие проблемы существуют и с взаимокредитованием. Такая форма денежных отношений была очень популярна, пока правительство не прикрыло лавочку из-за роста мошенничества и, если уж говорить откровенно, из-за снижения роли государственных банков. Так и получается. Если вы хотите заработать на своих накоплениях, их придется вкладывать в недвижимость. Стоит сказать, что правительство пыталось установить контроль над этой сферой, но пока им это не удалось. Предыдущие две причины могут затмить третий катализатор безумного роста цен на жилье в Китае, а именно давление общества. Считается, что нужно иметь свое жилье. Казалось бы, тут ничего нового, и в США все постоянно говорят, что надо покупать дом от финансовых консультантов до всезнающих родственников. Но в Китае проблема намного более масштабна. Из-за дисбаланса в количестве мужчин и женщин в стране, который вызван политикой одного ребенка на одну семью, мужчины без своего жилья не могут завести семью. Кроме того, есть повседневные преимущества обладания собственной квартирой. Население строго контролируется с помощью так называемой системы ХУКОУ, которая, по сути, является системой регистрации домохозяйств. В этой системе указано место рождения каждого гражданина. От этого зависит, где граждане страны смогут пользоваться социальными услугами. Например, получать медицинскую помощь и отдавать детей в детские сады и школы. В Китае огромен процент трудовых мигрантов. Многие сельские жители уезжают из своих деревень в крупные города, стремясь к более высоким зарплатам. Формально такие мигранты все еще являются резидентами своих родных сел и деревень, и это проблема. Это означает, что они не смогут получить доступ даже к базовым социальным услугам в городе, где живут и работают. Виной тому именно система ХУКОУ. Это же одна из главных причин, почему дети в Китае часто остаются с бабушками и дедушками, пока их родители работают в большом городе. Проблема не в том, что родители не хотят брать детей с собой, а в том, что дети не смогут даже пойти в школу, ведь они не будут учитываться в системе как городские жители. Это как если бы житель Москвы не мог отправить ребенка в государственную школу, потому что ему самому не повезло родиться в Санкт-Петербурге. На индивидуальном уровне возможно решение этой проблемы купить жилье. Да, это очень дорого. Но если снимать комнату с десятью коллегами, откладывать все заработанные деньги и влезть в долги перед родными, друзьями и банком, возможно, у вас получится купить небольшую однокомнатную квартиру на окраине мегаполиса. Не похоже на жилье мечты. Но как только вы получаете документы о праве собственности на эту квартиру, вы в системе. Теперь вы уже не второсортный житель города, который переехал много лет назад. Проблемы такого рода повсеместны. В Пекине, например, целая треть всего населения состоит из сельских резидентов. Система Хукоу создает проблемы и в благополучные времена. Но что произойдет, когда все такие работники внезапно окажутся закрытыми по домам, например, из-за карантина, при этом без какой-либо поддержки от государства? Конечно, это повлечет большие проблемы. Насколько большие, станет известно позже. Все это подводит нас к вопросу, почему же систему Хукоу не упразднят? Очевидно, что правительство Китая пытается ликвидировать финансовый пузырь рынка недвижимости. Они уже принимали закон о повышении депозита на второе и третье приобретаемое жилье. Они недавно объявили о федеральном налоге на собственность. И, как мы уже обсуждали, нередко они устанавливают жесткое ограничение на количество недвижимости в личной собственности. Но все эти меры не сработали. А в провинциях, где был принят закон об ограничении количества недвижимости в собственности, эффект вообще был прямо противоположным. Допустим, что человек может иметь в собственности максимум три квартиры. Очевидно, что он будет заинтересован в приобретении максимально дорогой и привлекательной недвижимости, ведь это его единственная возможность инвестировать свои деньги. Это истощает рынок доступной недвижимости, потому что никому не хочется инвестировать в однокомнатную квартиру или крошечную студию. Есть очевидное решение — упразднить систему Хукоу. Но сложность здесь в том, что это не единая государственная система, а несколько отдельных систем в каждой провинции своя собственная. Не все провинции и населенные пункты захотят сотрудничать по этому поводу. Проблема еще в том, что в Китае невозможно в полном смысле слова владеть землей. Вы всегда арендуете ее у правительства на определенный срок. Обычно арендаторами являются застройщики. Они размещают на своей территории многоквартирные дома и продают отдельные квартиры, хорошо на этом наживаясь. Традиционно доход от продажи участников получает правительство провинции. Процветающие местности могут похвастаться дорогой недвижимостью, пользующейся спросом, а это повышает цену на аренду земель в такой местности. Важно и то, что строительство — это огромная отрасль, предлагающая миллионы рабочих мест. Местности, в которых застройка происходит активнее, привлекает больше рабочих мест, что в свою очередь провоцирует новые застройки. Похожая ситуация была в Испании в 2008 году и еще в ряде стран. Правительство Китая же недавно заявило, что весь доход с аренды земли будет теперь выплачиваться федеральному правительству. Это многое меняет. Ведь доходы с аренды земли составят значительную часть государственного бюджета. Только в прошлом году все подобные арендованные договоры принесли 8,4 триллиона юаней или 1,3 триллиона долларов США. Многие считают, что это подготовка к введению единого налога на землю, который одновременно повысит государственные доходы и сократит спрос на недвижимость, ведь она станет скорее постоянным источником расходов, нежели активом. Но осуществить эту затею не так-то просто. Особенно в ближайшем будущем. Такие реформы могут послужить триггером больших возмущений. Коронавирус сильно повлиял на экономику Китая. По официальным данным, статистика заболеваемости, конечно, очень низкая, особенно для страны с населением 1,4 миллиарда человек. Но это не значит, что Китай вышел из пандемии без потерь. На первый взгляд, все хорошо. Доходы от экспорта, ожидаемо, упали в первой половине 2020 года. Но к сегодняшнему дню они вышли на высочайший уровень. Но тут важно понимать, что причина столь впечатляющего роста – выросшие цены на товары, а вовсе не растущий потенциал производства. Остановка в работе фабрик и портов по всей стране замедлили производственные процессы всего мира, а усилившееся напряжение в международных торговых отношениях только ухудшило положение дел. Уровень безработицы крайне высок, особенно среди молодого населения, даже если верить оптимистичным докладам правительства. Те вакансии, которые все же остались на рынке труда, предлагают тяжелую и низкооплачиваемую работу. Когда общество процветает, люди обычно не против поработать лишние пару часов, ведь это принесет дополнительный доход и повысит их качество жизни. Но сейчас, впервые за долгое время, молодые работники понимают, что их усилия поддерживают вовсе не их семьи, а стареющее общество и государственный долг. Новое движение под названием «Лежачее положение» охватывает население страны. Это своего рода мирный протест. Молодежь отказывается работать на напряженной работе и вообще работать, предпочитая просто лежать. Возможно, это просто еще один показатель проблемы, но именно эта тенденция особенно беспокоит правительство Китая. Экономика страны до сих пор опиралась на трудолюбие дешевой рабочей силы. Без этого внутренний рынок очень быстро потерпит крах. Возможно, процесс уже начался. Пришло время платить по счетам, которые накопились за время безумного лихорадочного строительства. Закредитованность населения выросла с 18% от всего ВВП в 2008 году до 61% в 2020. ВВП за это же время возрос втрое. Экономический рост, спровоцированный увеличением долга, не всегда плохо. Справедливости ради стоит заметить, что соотношение долга к ВВП в Китае пока еще сильно ниже, чем те же цифры в Швейцарии и Австралии, например. Но когда этот долг в основном за некачественные дома, построенные на арендованной земле и продаваемые втридорого, по прочности эта конструкция не дотягивает даже до песчаного замка. За последние месяцы резко увеличился спрос на услуги кредитных коллекторов. Этот и другие факторы расшатывают хрупкий карточный домик экономики Китая. Обычно в такой ситуации правительство берет все в свои руки, но этот пузырь недвижимости может оказаться слишком большим. Конечно, время покажет. Все, кому не лень, уже предсказывали неизбежный крах китайского экономического чуда. Отчасти потому, что им хотелось, чтобы оно потерпело крах. Авторитарное государство, которое утверждает, что следует коммунистическим идеалам, но фактически является лидирующей экономической силой на мировой арене, не внушает доверия. Но нам важнее понимать, что будет дальше, когда в экономике Китая все же пойдет спад. В современных демократических странах при экономических кризисах люди теряют работу, дома, машины. Это крайне тяжело, но в целом, после таких потрясений, они просто голосуют за другую политическую партию. А новые политики клянутся, что они ни в коем случае не допустили бы кризиса, будь они у власти. В Китае же малейшего намека на лживость обещаний постоянного экономического роста достаточно, чтобы население обратило внимание на остальные проблемы, на которые до этого времени они закрывали глаза. Но когда у власти всего одна партия, которую нельзя критиковать, взгляды обратятся на внешних врагов в поисках виновных. С вами был Сложный Процент. До новых встреч!